Всем привет, ребятки! Мы находимся в Зеленоградске, но это никакого отношения не имеет вообще к выпуску, потому что сегодня мы будем говорить про деньги, деньги, но про деньги мы уже говорили, уже есть выпуск, можете его посмотреть на канале. Мы поговорим немножко в другом ключе, поговорим про такое явление, как долги или кредиты. Все или многие хоть раз брали в долг или давали в долг, тоже интересная тема, сейчас все в кредитах, но не все, многие. В общем, пообщаемся, узнаем, как люди вообще с этим справляются, может быть, чем-то даже поможем или какие-то советы вам дадим, кто сейчас сидит, смотрит с ноутбука или с телефона, который взял в кредит. В общем, все, погнали! Говорим про такое явление, как долги, кредиты. Вот почему-то нам такая тема стала интересна. Хоть раз вы были связаны с этой темой? Нет. Ни разу в жизни вообще кредит ипотеки может быть ни разу вообще не брали? Блин, я почему-то был уверен, что ты из тех, кто прям всем долги раздает, короче, понял? Не дает, а дает, точнее, типа, бабки. Но у меня нет, друзья не нуждаются, вот видите. Хоть раз не просил он у вас долг, честно? Они на камеру по-любому так кивнулись, сто процентов. Всем должен по-любому, по пятихаточке всем должен. Вот если, допустим, у меня есть кредит, я не знаю, как его закрыть, я типа работаю, но не хватает, вот что делать? Ну, тогда жену искать богатую. Хорошая идея, кстати. Да. А как понять, что же девушка богатая? Ну, она хорошо одета, у нее хороший макияж и у нее хорошая машина. И все это в кредит? Есть другие варианты, опять же, но мы не будем говорить про них на камеру. Мы говорим про долги, это не на вопросы, на знания. У людей, у которых есть долги? Нет, может быть, вы давали в долг, просто это явление обсуждаем в целом. Да, я давала в долг в школе, меня не вернули до сих пор. В школе? Да. Мы, может, напомним, кто не дал? Ну, нет, кто его. Говори, говори, пускай долг отдал. Кому из учителей ты дала бабки? Я не скажу. Нет, ну реально, как относитесь вообще к тому, что, типа, вообще, в принципе, брать в долг, допустим, это нормальная тема? Если не отдавать, то да. Да. А ты хоть раз, бывало, что такое, что ты у кого-то мог взять... Брал и не отдавал. Так он тебя взял, деньги не отдал? В одноклассники? А кредиты хоть раз брали вообще? Сейчас до сих пор что-то висит у тебя. Конечно. Ты не думал о том, как, типа, быстрее можно закрыть кредит? Взять второй, отдать первый. Нормально. Спасибо, что уделили нам. О, давай. Дай им долг, дай им долг. Не, сколько там денег? Двадцать, три рубля. А дай ему, у него кредит надо закрыть. Дай ему двадцать три рубля, блин, сейчас. Все, мы тебе ежемесячный платеж один закрыли. Ну, почти. Когда-нибудь кому-нибудь давали в долг? Да. Да? Бывало такое, что вам не возвращали ваш долг? Да. Назовем имена? О, нет. Ну, давай хотя бы примерно сумма какая-то была. Типа, куда серьезную сумму? Ну, нет, ну, это так, тысяча, может. Ну, я не напоминал. А потому что есть такая тема, что тебе как будто неловко возвращать... А почему? Это тоже, почему нам неловко просить вернуть наш же долг? Ну, ты боишься показать мелочным. Ну, это же твои деньги, ты на них зарабатывал, блин, ты же никто же не украл где-то. Ну, как бы, да. Деньги, это все равно, это не важно. Серьезно? Да, главное... Блин, мы нашли этого человека, для которого деньги не важны. Хоть раз, был ли у вас опыт брать кредиты на что-то? Да, у меня долговая яма была, микрозаймы. Ну, я выбрался из нее. О, давай поговорим, как ты выбрался. Во-первых, нужно жить у какого-нибудь друга, ну, бесплатно, как это сделал я. Я целый год работал и всю зарплату отдавал, и просто погасил через суд. Так даже дешевле. А на что брал, если не секрет, что это за кредит был, на что, на машину? Ну, я был молод и глуп. На женщин? Я брал на развлечения, скажем так. Ох уж эти аттракционы, да, парк аттракционов. Да, тир, тир, ужасные тиры. Вот касаемо тех, у кого есть кредит сейчас, и он не знает, что с ним делать? Связаться с банком, как-то попробовать решить. Пожить у них бесплатно? Не, не, но все равно банк может пойти навстречу, может как-то и снизит ставку, может платеж перенесет. Звонишь такой, не получается, ребят. Ну, да, что мне сделать? Все равно от этого хуже не станет. Допустим, они говорят, не. Мы не отказывали в таких случаях, если что. Отказывали? Просила тоже. Да. А ты на что брала кредиты? Путешествия. Не берите больше кредиты, пожалуйста. Да, больше, а мне не дадут уже, с моей кредитной историей. Когда-нибудь давали кому-то в долг? Ну, давал, давал, всем давал. Ну, самую большую сумму, которую ты давал? 3000 рублей по курсу доллара 30 рублей. Тебе вернули эти деньги? Нет, мне не вернули 3000. Ты слишком добрый человек, мне кажется. Тебе надо еще больше бороду отрастить, тогда тебя будут бояться. Слушай, что-то сегодня какой-то не смешной выпуск. Да нет, это реально тема интересная. А почему сразу смешной должно быть? Полезной должен быть выпуск? Ну, ты же квенщик, стендапер, у тебя 1xbet наверху нарисован. Нет, уже нет. Это кредит у меня был, я бы это был. Давай тоже не пали меня, было и было. Если человек взял кредит и вот не может никак его погасить, работает человек, не хватает, не вывозит, что надо сделать? Пирс, вода. Искупаться, освежиться, что-то. Да, да. Что, ты хочешь юмора? Мы добавим юмора тебе. Ты этого хотел? Сейчас популярные вопросы. Сколько должен зарабатывать твой муж, мужчина, твоя женщина? Сколько должна зарабатывать твоя женщина? Миллиард. Да. Сколько должен зарабатывать ваш муж? Сложный вопрос. А вот он сколько должен зарабатывать? Ну, он хочет выйти к доходу 200 тысяч в месяц. Ничего себе, конечно, он раскатал губу. А сколько должны зарабатывать ваши бывшие? Вообще без разницы. А сколько должен зарабатывать президент? Вообще не знаю Я думаю, президент должен зарабатывать как налоговик Один рубль, чтобы сам выиграть остальное Говорим про тему, про которую вы по-любому знаете Про долги и кредиты мы говорим Все знаем Угадали? Все знаем На 400 брал Так, а почему больше не берешь? Потому что плохая идея – это кредиты брать Берешь чужие, отдаешь свои А что делать, кстати, народу, у которых сейчас, допустим, висят кредиты, но они не знают, как их выплатить? Есть ли какой-то совет для них? Конкротство А что, это рабочая тема? Конечно Мне главное – ничего не иметь при себе И все Как ты, получается? Не, ну я при себе сейчас никого не имею Как от лица молодой семьи что-нибудь скажите ребятам, блин, не знаю Ребятам скажите что-нибудь Не осуждают вас? Да нет Почему? Наоборот, нормально все Мы молодая семья, любим друг друга Ты про кого? Он только сейчас понял прикол Девчонки хихикают ваши Покажи девчонки на секунду просто Вот они стоят тут Сколько должны зарабатывать ваши девушки, чтобы вас содержать? Все В нашем регионе нормально 100 тысяч? Если зарабатывает твоя, все, вам хватает И ты просто дома кайфуешь Да, тогда нам вообще кучеряво все будет Нормально Все, девчонки, что идите, работайте, что вы стоите? Пацаны, сегодня все, они все, они все, они сдают, трудовые, отдыхают Сколько должны зарабатывать ваши бывшие? Бывшие? Десять, да Так ей и надо Сколько должен зарабатывать президент вообще? Ну много 350 Хватит ему 350 Я думаю, он должен зарабатывать 300 Для рифмы сказал, брат, чтобы хочешь, чтобы мы пошутили? Да, я сейчас тракторные права достал Привет Привет Как тебя зовут? Симон Я Руслан Симон А я Руслан А я Симон Приехал в Калининград, нравится, гуляем Это же не Калининград, брат А что это? Зеленоградская А, область имеешь в виду? А, так ты не из Калининграда Нет, а из Петербурга Ты хоть раз кому-то давал в долг? Да Много раз? Да, к сожалению Давай вспомним какую-нибудь самую большую сумму, может быть, которую ты давал в долг Тридцать тысяч Тридцать тысяч Тридцать тысяч? Тридцать 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 тысяч А я сейчас тракторные права достал И вернули тебе прям как надо было, или ты тоже там чисто? Нет, очень долго вначале Угрожал, звонил, типа там Не, не угрожаю, звонил, это мой близкий друг, я просто сказал, типа, ну, да пошел он нахуй Он больше не друг Согласен Вот человек взял кредит, допустим Что ему сделать? Как закрыть кредит, если вот он не вывозит? Если он не вывозит, пускай банкротится Юристы, наверное, он забанкротился и все Кто-то может так делать, просто ты взял бабок и такой, типа, я извините Они даже ничего не забирают тебя за это? Чем занимаешься сейчас? Я занимаюсь... Юристы, банкротки, банкротки не занимаешься Так, банкротки, да-да-да Очень нативный рефон Сколько должна зарабатывать твоя бывшая? Моя бывшая? Да Давай, давай, выльи все Сколько должен зарабатывать президент, кстати? Я думаю, он должен зарабатывать триста пятьдесят Триста пятьдесят? Ну, да Ну, типа, один раз у тебя в долг взять Супервысокая должен Ну, один раз в долг взять Если у тебя президент брал в долг Обратись ко всем, что хочешь сказать людям Ребят, никогда не давайте долг своим друзьям, близким Если у вас какие-то проблемы, не пишите нам, друзьям Друзьям никогда не обращайтесь, когда проблемы А ты давно уже, да, на солнышке гуляешь? Сука Ну, от меня это нормальная шутка, кстати От я могу это сделать Ну, да, согласен Хоть раз в жизни вы кому-нибудь долг давали? Да, конечно, безусловно А сама когда-нибудь брала у кого-нибудь долг? Да Я брала сто сорок тысяч Это была рассрочка у друга Сколько должен зарабатывать твой мужчина? Ну, для того, чтобы ему хватало и мне, и в целом на жизнь У меня еще котик есть Ну, 300 в месяц, мне было бы классно А я сейчас тракторные права достану Сколько должен зарабатывать президент? Он не должен зарабатывать Он никому ничего не должен Вот какой-то совет есть вообще? Каким образом можно закрыть кредит? Да, можно обратиться к классным ребятам из банкротного бюро Калининграда Они точно спишут долги под ключ с гарантией в договоре и сохранением имущества Банкротное бюро Калининграда Надежный партнер при решении юридических вопросов Московский проспект, 174, бизнес-центр Ялтинский, третий этаж, офис 13 Ты что, просто так взяла, что ли, в нашем видосе рекламу сделала? Да мне тоже нужны деньги, кредиты закрываю Ссылка в описании Все, спасибо, идите уже Я не знаю, я за вами наблюдал Так Не знаю, кто вы такие, а может шпионы или что Так вот, если вы наблюдаете за нами, то вы шпион, получается? Я? Да, вы за нами наблюдаете? Наблюдаю Да, вы спецслужб? Десантные войска, Рязанское училище, 17 прыжков, коленки болят, все болит, только глушу водкой А вы знаете Маргелова? Нет О, тогда и разговариваете Не будьте, тогда мы знаем А вы сначала сказали, что вы не знаете Вот, был здесь, вот Ой, это бутылочка там? Не надо, не палим Не палим Я даже не знаю, вы представьтесь Может, завтра снимут, приедут и меня расстреляют Вы думаете, мы настолько влиятельны? Ну А про долги говорим? Когда-нибудь хоть раз давали кому-нибудь в долг? Никто вас ни разу не просил в долг? А сами брали? Раньше было, вы знаете, наверное, касса взаимопомощи была такая Ну вот, допустим, подполучим Нет, вы, кажется Не-не-не, продолжайте А скажите три цифры на обратной стороне вашей карты банковской Надо было попытаться, не получилось, ну ладно Ой, молодец Такой черненький ты Я черненький, да, чуть-чуть Да, черненький русский Как вы думаете, какой национальность? Угадаем Не помогло, да? Нет Надо было штаны снимать, чтобы было понятно Поняли, да, шутку? Понял, понял Понял, понял, понял Ну, все-таки не с Курской, не с Брянской Не с Курской, не с Брянской Начинается на А, заканчивается на Азербайджанец Азербайджанец? Угадали, кстати, получается Я еще хочу сказать, как тебя зовут? Меня Руслан, Руслан Руслан, хорошее имя, Руслан А меня Виктор Виктор Вот мы познакомились через 20 минут общения Вот, Руслан Я, кстати, Руслан Викторович Да ты что? И у меня, кстати, папа давно ушел из семьи И я его до сих пор не видел Мама говорила, что он прыгал даже с парашютом 17 раз И у него сейчас коленки немножко, так? И он, типа, сидит на Нижнем озере частенько, на скамеечке Ой, какой-то и такой... Ой, блядь, вот как... Ну, с юмором! И где ж твой Виктор, отец? Не знаю Не знаешь? Здесь, наверное, да? Где-то, где-то да Ну че, пап, прощаться будем, наверное? Давай! Сынок, давай, сынок Давай, давай, все, бать, давай, давай Ты возвращайся только в семью, ладно? А то мамка заждалась уже Ой, какой-то я не понимаю, че Руслан Викторович Нормально поговорили, кстати, про долги и кредиты в целом А вы слышали, кстати, что-то про банкротное бюро Калининграда? Нет А вы можете на камеру сказать, что это самое лучшее бюро, которое вы знаете? Нет Ну ладно Попрощаемся со всеми, кто нас смотрит Какой-то мудростью Не имей 100 рублей А имей Чекушечку Имей что? Виктора? Да Кстати, да Батька у тебя Батька, да? Батька мой Бать, давай заканчивать интервью, наверное, пап Да давай сиди уже, что ты... Бля Теперь это все, теперь это уже ваша передача, а не моя Бать, ладно, что? Давай-ка ты дуй Да я только бросил Ну раз батя просит, можно и подуть Нормально? Нормально Ты с какого года? Пришел, с какого года? Да, пришел С 24-го, получается? Ну да, можно так Я с 92-го года Ой, салага, да Салага-аглы, если быть точнее Все, Виктор, давайте закончим Наше интервью Какой-нибудь мудростью Я хочу какую-то мудрость у вас получить Проживешь и научишься Ошибки всегда не будут То, что я к вам подошел Это можно считать ошибкой? Ну что, ребятки Что мы хотели сказать этим выпуском? Да ничего не хотели сказать Просто повеселить вас хотели По-прежнему Ну конечно, если у вас вдруг какие-то проблемы Опять же, которые мы обсуждали По кредитам И вы не знаете, что с ними сделать Мы уже, в принципе, посоветовали вам, ребят Ссылка есть в описании к этому ролику Можете обращаться Желаем, чтобы у вас не было никаких долгов Хотя нет, должок один у вас есть, конечно Это поставить лайк Подписаться на канал И оставить комментарий Пока Все, вади наверх куда-нибудь Субтитры сделал DimaTorzok